Благовест Бурятии Благовест Бурятия Благовест Бурятия Благовест Бурятия Благовест Бурятия До Каменного Дегительского собора здесь находилась небольшая деревянная Богородица Владимирская церковь, которая находилась южнее данного собора. В свое время, до революции, там был каменный столб с чугунным крестом, где была показана алтарная часть данной церкви. Но в советское время этот столб снесли. Так вот, в 1741 году начали строительство Одегительского собора, который начинал строением иеромонах Иоанн. В 1770 году была освящена, 27 мая 1770 года был освящен зимний предел во имя Богоявления Господня, который совершил святитель Сафроний Кристалевский. А 3 мая 1785 года уже епископом Иркутским и Нерченским Михаилом Миткевичем был освящен и верхний предел во имя иконы Божией Матери Алигитрии. После строительства и освящения двух пределов данный собор стал кафедральным для нашего города Верхнеудинска. И именно здесь уже служили самые лучшие, самые известные священнослужители нашей Бурятии. В том числе Мордовские, Лавровские, Карелины, Трапезниковы и другие. А впоследствии, после землетрясения 1862 года, когда прошли глубокие трещины по данному собору, возникла необходимость капитальной реставрации. И в 1909-1913 году собор был тщательно отреставрирован. Стяжки, которые были лопнувшие, были вновь заварены. И тогда же сделали великолепный четырехъярусный иконостас с восемью рядами икон. Хотя сам внутренний интерьер не имел росписи. После установления советской власти, ликвидационная комиссия решила закрыть данный собор. И вот именно они, кстати, и придрались по поводу того землетрясения 1862 года. В первом акте от 1927 года было сказано, что ввиду глубокой трещины, которая проходит от верхнего предела до нижнего, собор нуждается в реставрации, а точнее в утилизации. И на основании этого в 1930 году собор был закрыт. Имущество было конфисковано, часть ценных вещей была передана в Гохран республики и отправлена в город Ленинград. А другие, более малоценные вещи ушли в создаваемый антирелигиозный музей, который, самое удивительное, что в 1934 году был открыт в этом же храме одегитовском, который не подвергался никаким консервисационным работам. Лишь 31 марта 1992 года при соборе был зарегистрирован православный приход и начаты работы по благоустройству прилегающей территории. Ну вот это было все в начале 90-х годов. Значит, в то время началось вообще общее подвижничество, возвращение храмов православным. И благословил на эту работу нас отец Игорь Арзуманов, в то время благочинный. Значит, ну, я вот считаю, что меня божьим промыслом туда вот как-то вот благословили, потому что я никогда не думала, что я буду заниматься этим собором. И изучив документы все, значит, началась работа такая, письма в правительство начали писать, встречи со старобрядцами. И вот у нас вот это то, что была зарегистрирована старобрядческая община, то этот вопрос пришлось решать на уровне правительства нашей республики и на уровне прокуратуры, потому что так вопрос просто не решился. То, что памятник федерального значения, то очень много было, по пять тысяч подписей собирали в Троицком храме, вот, после службы стояли люди, собирали подписи, мы эти направляли и в правительство нашей республики, и в правительство России. И, в общем-то, здесь у нас Леонид Васильевич Потапов, наш президент, он к нам с пониманием относился. Был потом уже впоследствии выпущен указ о поэтапном освобождении этого собора. Нам разрешили, значит, открыли молебную комнату мы. Сначала вот по Ленина 2, там напротив собора, а потом в ограде собора. Сам собор нас запустили уже намного позже. И вот в 98-м году, когда вот я приехал в город Улан-Де служить из Кехты, был назначен настоятелем Троицкого храма, на Дегитриевском соборе мы во дворе, в сарай начали богослужение. Мне довелось первое богослужение проводить вот именно там во дворе, в этом бараке. Создалась общинка некоторая у нас, проводилась работа такая интенсивная по возвращению самого храма, и вот она умчалась с успехом. Вот здесь во дворе вдоль забора стояли ветхие деревянные строения, в которых разместились и молебная комната, и трапезная, и мастерские. В 1996 году, в праздник Вознесения Господня, на Звоннице были установлены первые шесть колоколов. В том же году вышло постановление мэра города о предоставлении в постоянное пользование участка земли. И лишь три года спустя, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, освящен и воздвигнут крест над притворной частью Святого Дегитриевского собора. Вот эта установка этого креста, довольно так высокая там, но высота большая, и сам крест, в общем, он нелегкий, и предлагалось очень много вариантов проектировщиками, всеми там специалистами, там кранами или леса городить. И все это настолько вот казалось работой невыполнимой, и буквально она решилась как бы чудом, можно сказать, за один день, значит, Господь, наверное, послал нам человека, альпиниста Павла Колесова, который пришел, мы переговорили, он обследовал шпиль этот, и сделал как бы вот эту работу, ну, можно со стороны сказать, играючи. Мы даже не предполагали, что это так вот получится. Вот, и поэтому вот низкий поклон, конечно, Павлу тоже, где он сейчас, мы не знаем, но он начал эту работу. Субтитры создавал DimaTorzok И самую большую работу, значит, тоже, можно сказать, вот в короткий срок сделали по усилению фундамента, потому что фундамент был как бы никакой. Там лежни, на которых был фундамент, из лиственницы, часть их была уже разложена, значит, трещины были по всему зданию, и первым делом было решено укрепить вот фундамент. И фундамент выполнило это укрепление буквально за одно лето БАМ-Тоннель-Строй. Естественно, здесь финансирование было, республика помогала, правительство. Уже проводились богослужения и крестные ходы. Но, несмотря на все это, на обращения верующих, даже на выступления средств массовой информации, несмотря на указ президента, храм по-прежнему фактически оставался в ведении Министерства культуры. 30 октября 1999 года в молебной комнате замироточила икона Божьей Матери Адигитре. Мироточение было столь обильным, что по образу стекало на подставленный листок. Множество людей приходили приложиться к иконе, и были даже случаи чудесного исцеления. И столько людей, молитвы усилили, столько людей ходило. И вот как-то, может быть, это Божьим промыслом, опять же я вот говорю, начались буквально подвижки очень быстрые по освобождению. Первый этаж нам освободили. Значит, первый этаж освободили очень быстро. Там мы навели порядок, и первые начали уже службу, вот литургии служить. А вначале вообще как бы вот в прихожей служили, запустили. Нас поэтапно запускали в этот собор. И все это довольно было... Прихожане все приходили, вот помощь свою предлагали. Буквально все безвозмездно работали. Настолько это было, как бы, вот движение такое. Общественность города, вот русская община очень много помогли. Они все постоянно интересовались, спрашивали, что нужно, как помочь там. Храм вступил в свою богослужебную деятельность. Было пережито много всяких проблем. И скандального рода тоже там. Искали клады, кто помнит. Буддийские ценности, якобы зарытые под полом и так далее. Но вот когда все это как-то утряслось, этот ажиотаж началась нормальная богослужебная деятельность. И вот у нас правящий архиерей, владыка Евстафий, такое, я считаю, сделал очень мудрое, правильное решение. Поставил настоятелем от Египетского собора священника Евгения Старцева. Это очень многоталантливого человека, я считаю. Администратора, хозяйственника, волевого человека, который сумел за два года возродить во внешнем своем великолепии вот Адегитринский собор. 5 февраля 2003 года, в день собора Костромских святых, над главными вратами сквера была установлена икона спасителя. С тех пор главная улица города с прошлого века, относящая имя великого атеиста, на устах, с которым строители нового мира рушили храмы и сбрасывали колокола, не только начинается с храма, но и с образа Христа. Такие вот парадоксы истории. И вот свершилось. 1 августа 2004 года епископ Читинский и Забайкальский владыка Евстафий совершил чин освящения Нижнего предела во имя Погоявления Христова. 28 августа в соборе были выставлены прибывшие два ковчега с мощами преподобномученицы великой княгини Елизаветы и инокине Варвары. А 27 сентября состоялось главное событие. Верхний предел во имя Божьей Матери Адигитри осветил высокопреосвященный Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский, который специально для этого прибыл в Улан-Удэ. А ведь когда-то борьба за храм только начиналась. И многие чиновники говорили, этого собора вам не видать лет еще 15-20. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 2009 году с образованием самостоятельной Улан-Удэнской и Бурятской епархии храм обрел новый статус Кафедрального собора. Службы возглавил управляющий архиерей Владыка Саватий и здесь и перестали проводиться все наиболее значимые мероприятия. И хотя в мае 2015 года епархия была реорганизована в митрополию с разделением на Улан-Удэнскую и Севербайкальскую епархии, собор так и остался главным православным храмом республики. Дегитаревский собор, кафедральный собор, и не только номинально. Это действительно главный собор Бурятской митрополии, Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Это тот край православия, то, что первые люди видят, когда они ищут встречи с Богом и вообще с православной культурой. Вы посмотрите, как много прихожан, вы посмотрите, как много туристов эти потолком автобуса, особенно в летнее время, с китайскими и монгольскими товарищами, которые на самом деле первое, что они узнают в православии о российском, о русском, это вот встреча с нашим собором садигитарским. И все, храме работает на то, чтобы мы давали людям то, о чем нас просит патриарх, миссионерскую приветливость, и воскресная школа для детей, и воскресная школа для взрослых, и молодежный клуб. Это люди, которые постоянно работают как волонтеры на мероприятиях, подобном сегодня, когда мы сегодня прошли крестным ходом по всему городу. Это и замечательные наши хоры, клиросы, и детские, где поют ребятишки, и взрослый, который настолько профессионален, что может выступать даже на светских площадках, что он и делает в рамках рождественских, пасхальных, праздничных мероприятий. В общем, все в храме, начиная от лавки и заканчивая владыкой, все работают над тем, чтобы людям было максимально радостно и наполнена встреча с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok